Музыка Люди националистически настроенные составляют примерно 7% населения. Когда они выходят на русские марши, показывают это обязательно по телевидению, о, сколько их идёт, то даётся впечатление сила. А почему-то вот эти марши против фальсификации выборов на наших центральных каналах телевизионных не показывали, а там больше людей идёт. А когда на этих маршах сказали, а пусть националисты тоже приходят, но выделили их в отдельную колонну, и оказалось, что их кучка. Понимаете? Поэтому на самом деле, с одной стороны, правильно, наша страна больна ксенофобией, но это бытовая ксенофобия. Вот непривычка жить с непохожими людьми. Это преодолевается путём воспитания, которым, к сожалению, наши власти не занимаются, а наоборот разжигают опасные страсти. А бытовая ксенофобия от агрессивного национализма отличается тем, что, ну, знаете, как мне недавно там мой довольно интеллигентный человек с такой, прямо с болью душевной сказал. Знаете, дочка замуж вышла. Так вроде ничего хорошего человека, но татарин. Ну и что? Вот, понимаете? Ну, он же не пойдёт за это бить татар. Ну, ему неприятно, что дочка вышла. Ну, на свадьбе он гулял. Вот. Хотя, огорчается, ему бы лучше, чтобы она бы за какого-нибудь такого курноса вышла. Ну, а агрессивный национализм – это такое, знаете, где там проходит эта граница между этим агрессивным национализмом и фашизмом? Это очень трудно ловить. И вот агрессивные националисты, вот эти разговоры, хватит кормить Кавказ или выкрики «оградим его там колючей проволокой?» Да, по-моему, чем Кавказ огораживает колючей проволокой? «Градим бы Жириновского. Одного и проволоки меньше. Понимаете, ну, мы все, вот эти семь, а вот футбольные фанаты, а не думайте, агрессивные националисты? Да это просто такие задиристые молодежь, которые подраться охотой. И она бежит туда, когда подраться. И вот, я думаю, в русском марше значительную часть составляют вот такие ребята, которым просто подраться охота. Ну, чего к правозащитникам привыкать? Они какие-то скучные, они все говорят о том, что всех уважать надо, знаете, им все мирно надо, а тут подраться можно. Вот и все. Я не верю в то, что агрессивный национализм у нас в России, даже при том, что его разжигают сверху, сейчас составляет большую силу. Ну, если над этим поработают наши власти с помощью нашего телевидения, то, глядишь, мировой пожар раздуем. Тем самым они являются первыми врагами России. Они мигранты являются, вот эти российские националисты-фашисты. Они рубят сук, на котором сидят. Ну, что нужно делать? Да, вот вопрос, вопрос. Я бы, вот, внес вот такой конкретный вопрос. Очень легкий механизм такой, да? В Госдуме перевести, значит, в уголовном козе статью за разжигание междунациональной розни в разряд в главу тяжелых государственных преступлений. То есть она, попадая в этот разряд, естественно, увеличится срок наказания, вплоть до пожизненного. Вот сейчас у нас скоро к 20-летию Конституции Российской Федерации будет амнистия. Вот сейчас готовится проект. Вот из члена «Яблоко», насколько я знаю, Андрей Бабушкин там тоже что-то работает. Я вот предложил бы в этом проекте, амнистия, конечно, очень широко готовится, вот всех нужно, да, миловать, кроме одной категории, кроме тех, кто разжигает межнациональную рознь. Вот можно убийцу человека амнистия, но убил так получилось, там, по пьянке, там, женщину, там, как бы, ревность. Но убийцу государства, убийцу государства амнистия, я думаю, не надо. Мы являемся партией, которая, естественно, никогда с этими настроениями не заигрывает и активно им противодействует всем этим процессам, течениям, самым разнообразным и называет вещи своими именами. Мы говорим о том, в частности, что нет особо никаких глубоких различий между так называемым радикальным и умеренным национализмом. Мы говорим о том, что умеренный национализм – это просто хорошо скрытый радикальный национализм, скрытый с целью сохранения приличий, сохранения лица и так далее, и тому подобное. Но умеренный национализм вносит огромный вклад в развитие радикального национализма и ксенофобии. Почему? Потому что с его помощью эти явления получают легитимацию в обществе. Они получают определенную респектабельность, получают какие-то более-менее приличные лица в своих рядах и так далее. Ну а на русских маршах умеренные националисты, они идут, фигурально выражаясь, они идут в такой первой колонии, за ними идут какие-то уже другие градации, а потом в конце идут уже прямые фашисты. И нет никаких способов, и наука не предложила таких вот критериев, которые позволяют четко отделить первых от последних. Это взаимопереходящие грани, которые друг друга усиливают и вместе представляют чрезвычайно опасную силу в нашей стране, потенциально разрушительную для нашей страны. Не случайно один из лозунгов националистов самых разных мастей, от радикальных до умеренных, «Хватит кормить Кавказ», из этого лозунга напрямую вытекает императив разрушения России. Именно поэтому мы считаем необходимым именно 4 ноября, пусть неудачно этот праздник был инициирован его создателем, нашими властями, тем не менее название его «День национального единства», и мы считаем необходимым именно в этот день конкретно сказать прямо о том, что такое национальное единство, благодаря чему оно создается, и как его сохранить, и какие угрозы этому национальному единству сегодня существуют в России, и какие вызовы сегодня направлены против этого самого единства. Вот именно поэтому мы, общественная организация, правозащитная организация, партия «Яблоко», инициируем вот этот форум, который носит название «Единство России в солидарности граждан против ксенофобии и национализма». Будут выступать эксперты, будут выступать общественные деятели, правозащитники, политики, и будут анализировать те процессы, которые происходят в нашей стране. Мы видим, что накал и межэтнической напряженности, межконфессиональной напряженности растет год от года. Это выражается и в погромах, и в терактах. И мы будем напрямую называть те политические силы, конкретных политиков, которые несут за это ответственность. Хотя вроде бы как бы сами лично не участвуют в погромах, разумеется, и в терактах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok